Играет музыка Играет музыка Но Руслан Шамилов на самом деле нелегкая прогулка Стал он чемпионом на совместном ивенте Найза и Игилуэкси Вахтау против Мурада Абдурахманова За ВК антепоис чемпиона Смог удосрочить Мурада После этого пояс еще не защищал И сейчас в лице Имрана Тайсултанова Для Руслана Шамилова Первая защита пояса Большое количество любительских поединков И выступлений у Имрана Тайсултанова По различным ударным видам спорта Это касается и Панкратиона Также занимался он и вольной борьбой Но справедливости ради нужно сказать Что навыками вольной борьбы В своих боях пользуются крайне мало Как правило в первом раунде Всегда старается удосрочить своего оппонента Очень ужасен в добивании в граунном паунде Ну а мы ждем чемпиона Который пройдет свою первую защиту пояса Который пройдет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Компания, Олимпед, Казахстан's 200-дюк букмекера. Горилла Энерджи, силы для твоего главного боя. Сонымен, 5 раундных чемпионных жек-пешек. Друзья и джентльмены, следующий бой в миддлэй чемпионате. Продолжение следует, что бороться от блю корнера. Его профессиональный рекорд. 6 победы, 189 сантиметра толпы. Его уровень 83.9 килограмма. Оригинально из Ускаминогорск. Представляет Астана, Казахстан. Ибран Таг-Тазултанов! Его противник, бороться от блюдая. Его профессиональный рекорд. 11 побед, 4 лазер. Станет 187 сантиметра толпы. Его веса 83.9 килограмма. Бороться от Санкт-Петербурга, Россия. Найза, чемпионный миддлэй чемпион. Руслан Шамилан. Рефери, Ахлеу Аскербай. Титульный поединок. В среднем весе. Руслан Шамилов чемпион. Претендент Имран Тайсултанов. Мы готовы к первому раунду. Очень много вопросов к Имрану Тайсултанову. И надеюсь, сегодня мы получим ответ. Первый раунд. Сразу же слоукика начинает, заряжается. И Шамилов сразу же начал поджимать. Ильдар Кудайбергенов, и я отметил очень сильную ментальную составляющую у Руслана Шамилова, особенно в поединке против Мурада Абдурахманова. Упомянул тот факт, что психологический настрой Руслана Шамилова, конечно же, в том поединке был колоссальный запредельный. Именно вот таким вот моментом отличается Руслан Шамилов. Миддл кигу. Неприятно. Но мне казалось тоже, что это был миддл кик. Но нам в любом случае нужен будет повтор. Обязательно глянув. Да, даже вот покраснение, кажется, на животе есть. Это было до. Это был чистый миддл кик, мне кажется, да? Ну, может, поскользящая вниз, знаешь, ушла нога, но в целом вот даже покраснение на животе я вижу, что после удара ногой именно. Такое нервное начало у нас. Ну, Имран, конечно же, известен тем, что резко стартует, старается удосточить своего оппонента в дебютных раундах. Шамилов понимает этот факт. И поэтому ему также выгодно, чтобы поединок как минимум прошел в чемпионские раунды перешел. Заряжаются вот эти вот миддл кики Имран. Миддл киком попытался ответить уже Шамилов. Миняет стуки постоянно, обратив внимание, Имран. Есть. Ну что, вставки сделал на удары по корпусу Имран. Даже руками стал по корпусу работать. Отличная комбинация, такая классическая боксерская двойка от претендента. Удал слева. Но Шамилов пока спокоен. Возможно, невозмутим. Да, возможно, пытается дать вымахаться, да, Имрану. Ни разу не поигрывал Шамилов досрочно за свою карьеру. Три поражения, четыре поражения, извиняюсь, и четыре. Блок решенным судей. Даже в пяти раундах в боях были у него поражения. Пять раундов он уже проходил. Вот таким хорошим прессингом. Поэтому с пяти раундами Шамилов знаком. И потерял равновесие. Я же начал оговариваться. Слишком уж погружен в этот поединок. Да, обратите внимание, уже две с половиной минуты, но все равно... Какая-то нервозность присутствует в октагоне, не знаю, как это объяснить. Да, нервозность точно есть. Лишних движений, по крайней мере, бойцы стараются не совершать. Слишком уж высок риск пропуска жального удара. Еще один, но вот здесь уже, кажется, ближе к паху был. Да, здесь уже был ближе к удару. Он уже после... О-о-о-о, левый кросс точно в голову от Шамилова. И не понравился, это им рано однозначно, даже по движению за место. Есть, только поедина Галла. Удастся им провести бросок. Перевод в партер от Дайсутанова. Дайсутанова. Шамила. Да, 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 да. Колени пытаются отбить внутреннюю часть бедра. Вкладываются в эти удары. Отлично. Работает сейчас по афорной ноге, обрати внимание. Да, будет ли попытка доработать здесь тейк-даун, интересно. Минута остается. Очень низкая голова у Емрана Тайсутанова. Грузит ее Руслан, но понимает, что нужно ее в голову стараться держать ниже. Не давать выпрямлять спину. При этом расставил ноги для того, чтобы не быть переведенным в партер. Шамилов действует достаточно грамотно. Да, очень жестко так коленями вкладываются в эти удары Емран Тайсутанова. Отлично. Здесь, конечно, он может много сил потерять Ананда Сулданов, удерживать своего оппонента у сетки октагона. Поскольку это правильно, на самом деле. Не стоит даже делать тейк-даун, очень мало времени осталось. Смысла уже, наверное, от тейк-дауна нет. Последние секунды. Но вот контроль, концовка за Емраном. Видим разбитый нос. Это как раз-таки был этот удар слева от Шамилова. Думаю, на Тоненького, но все-таки раунд Руслан, извиняюсь, Емран здесь забрал. Ну что, впервые в своей профессиональной карьере Емран Тайсутанов выйдет на второй раунд. И так, наверное, можно говорить теперь перед каждым раундом, да? Ну что, мы готовы. Тайсутанов, Шамилов, второй раунд. Погнали. Есть ощущение, что Руслан все-таки делает ставку на чемпионские, на поздние раунды. Да, как минимум. То есть это такая стратегия лежит на поверхности, на самом деле. Дать вымахаться, да, оппоненту. Ну теперь казалось, кажется, что уже не возноси такой, как в первом раунде, уже нет. Да, уже притерлись. Примерно каждый понимает, что нужно делать, кто на что способен. Да, подсказывает, чтобы он показал проход и бил руками. Я про Емрана. Левый боковой сейчас, да, просто сквозняет эти удары. Создал сквозняк здесь на арене. До нас долетел аж. И хороший лоу-кик. Ну, Шамилов спокойно, обратите внимание, он джебит, держит дистанцию, держит Емрана постоянно в напряжении и все. Все, что делает Руслан. И этого, возможно, может оказаться достаточно, да, мы поймем это в поздних раундах, в каком состоянии будет Емран. Еще одна работа по корпусу. Удар по корпусу. Одиночные удары заставлять вымахиваться оппонента. О-о-о-о-о, отличная комбинация. Взрывается Емран, встречает. В этой серии Тайс Султанов. Есть еще один лоу-кик уже. Тайс Султанов здесь отвечает. Ну, темп немножко упал. И пока Емран не пытается бороться, хотя казалось, что Емран особенно, с учетом того, что было в конце первый раун, прикладывается. Но рука оказалась бороться. Да, помимо Шаканды, что все нормально. Но выглядело эффектно, конечно. Небольшое затишье. Да, очень сильно отличается темпо 1-ка первой пятиминутки. Вкладывается Емран. В каждый удар просто вкладывается, что Руслан, что Емран. И любой из этих ударов, на самом деле, может оказаться последним. Вот этот удар Емран, вот этот удар Емрана немножко напрягает. Теперь уже начинает опасаться как раз-таки этого Емрана. Отвечает на Султанов. Попадает сейчас справа. Хороший хэдом от претендента. Лоу-кик от Шамилова. Да, слишком однообразен, на мой взгляд, Тай Султанов в своих атаках. Ну и все-таки, как будто бы дистанции не хватает, да? Атаки немножко сдалека начинает. Ну, сразу же прерывает атаку со своим джебом Шамилов. Отбивает все желание у Емрана дальше конденсировать атаку. Поэтому, возможно, в этом и кроется вся причина. Минута до окончания второго раунда. Да, такой неоднозначный у нас раунд получается. Два таких мощных боковых удара. Да, все-таки удары Емрана по корпусу. Не сильно бросаются в глаза. Есть попадание. И сразу же Шамилов отвечает. Ну что, под концовку будет попытка тейкдауна? Да, я думаю, что Емран, кажется, начинает уставать к концу второго раунда. Вот как раз-таки за это я и беспокоюсь больше всего. Если плана Шамилова завести, затянуть своего соперников чемпионатом, то... О-о-о-о! Боковой отлично сейчас был от Емрана. Учил зарубиться под конец второго раунда. Шамилов. Да, вот просто вот такие, значит, размахайте, пошли в ход. Хорошенько так подзарубились. Настолько заряжался в эти удары Емрана, что аж терял равновесие в этих разминах. Да, кстати, несколько раз такое было. Просто всю свою массу вкладывал он в этот удар. Субтитры сделал DimaTorzok. Третий раунд. Два раунда у нас довольно-таки равных получилось. Возможно, начиная либо с третьего, либо с четвертого, Шамилов станет более активным. Потому что все-таки видели мы, что в первых двух раундах он мог более активно работать, но... Пока не стал. Да, приберегал, по всей видимости, силы именно к поздним раундам. Уже по традиции можно сказать, что это впервые в истории... Нет, это чистый удар в корпус. Чистый удар в корпус. Емрану сейчас не стоит доказывать свою правоту, нужно просто лишь уйти. Зачем тратить энергию на доказывание... Да, нам нужен повтор, на повторе это будет видно. Но в любом случае, даже если будет повтор, смотри... Да, чистый удар в корпус. Даже если будет повтор, и все равно это никак не изменит. Пауза была. Ну, наверное, рефери стоит быть более внимательным. Да, такой некий сигнал для Шамилова. Точнее, для рефери, что Шамилов может пользоваться такими вот уловками. Но это еще и сигнал для Емрана, что корпус уже отбит. Да, там такие ужасные мидалкики были. Пошел к борьбу, сразу же к сетке Руслан. Ну что, попытка перейти под одну ногу? Отлично. Очень хорошо держится у сетки Шамилов. И, скорее всего, сейчас Тайсултан сделает ставку именно на контроль у сетки. Ну, нужно быть активнее, конечно. Да, рефери сейчас может мешаться. И остановить сейчас. Очень интересные, конечно, удары колена. Это действие удары колена. Плотно держит ногу. Но обратите внимание, Шамилов отдыхает в это время, пока работает Емран. Шамилов отдыхает. Отдыхает, висит на оппоненте просто и все. Возможно, это не стоит проводить вот такие вот действия, мне кажется. Действия ради действия. Вот даже за контроль невозможно засчитать, мне кажется. В атаке все-таки находится... О-о-о-о! 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 Отличная работа. Ура! Ура! Но он встает, встает, встает Шамилов. И что будет здесь? Контрить? Обними голову! Миршилов, подними голову! Да, да, переверни! Обними голову, Мургачев! Выпишись, активность, бойцы! Да, но подскажут, что нужно поднять, но тяжело будет здесь, конечно. О-о-о-о! О-о-о-о-о! О-о-о-о! Можно сейчас увидеть, что Руслан Шамилов остается действующим чемпионом Лиги Найза в средней весовой категории. Руслан Шамилов защищает. Первый раз защищает свой чемпионский титул. Закрепился, скажем так, в статусе чемпиона. Получил он право в первом же поединке оспаривать пояс. Но вот сегодня он, скажем так, утвердился в статусе чемпиона. Удары в корпус, кажется, были лишними. Уже до этого, насколько я понял, из-за пропущенного удара в голову Емранову был в отключке. Нужно будет потом обязательно пересмотреть и узнать мнение самого Тай Султанова. Ждем мы официального оглашения победителя и у нас впереди только главное событие вечера. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Дима Тайсел. Дима Тайсел. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Тайсел. Дима Тайсел. Руслан Шамилов! У меня рядом. И еще рано чемпион средневидового категория. Руслан Шамилов. Руслан, во-первых, поздравляю тебя с успешной защитой. Поделись своими эмоциями по поводу этой защиты титула. Эмоции самые крутые. Хороший соперник был. В принципе, план на бой. У нас было несколько планов на бой. Но один из них, который начал работать, мы продолжили выполнять. И все вышло как надо. Руслан, с нашего ракурса не совсем было понятно, какой именно удар потряс им рано. Можешь рассказать, что это было? Правая рука чуть-чуть побаливает. Видимо, правую туда в челюсть попал. Слушай, сейчас многие бойцы Лиги Найза в средней весовой категории смотрят на поезд, смотрят на тебя. Ты, наверное, самый желанный сейчас оппонент. Можешь им что-то передать? Да, пускай готовятся. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Казахстан. Я сюда уже приезжаю как какое-то родное для меня место. Очень рад всех видеть. Благодарен организации Найза за предоставленную возможность. Спасибо моему клубу СЕЧ-ПРО в Санкт-Петербурге. Моему клубу Отечество в городе Великие Луки. Моим тренерам Пушкину Егору, Дмитрию Алферьеву, Владу Кузнецову, Ткаченко Андрею Викторовичу. Это мой первый тренер из города Великих Лук. Вот. И всем спасибо. С вами был чемпион Руслан Шамилов. Моему клубу Отечество в городе Великих Лук. Моему клубу Отечество в городе Великих Лук. Моему клубу Отечество в городе Великих Лук.